Ух ты ж блин, но нет, все отлично, показалось, я фиг знает что это значит, я заехала мимо. В палетке Venus XL, Lime Crime, в Jeffree Star, Blood Sugar, да что у меня за глазами? Всем привет! В сегодняшнем видео будет вот этот вот макияж и первое впечатление от палетки Colourpop, вот этой малютки цвета голамурного липерда, со спортивным названием Good Sport. Недавно я сняла сводчи этой палетки и честно говоря по сводчам, когда я их делала на руку, на чистую, сухую, без какой-либо подложки и базы под тень, мне показалось она не очень хорошего качества, ну прям вот несколько оттенков было отличного качества, матовых и шиммерных. И так как большинство оттенков были не айс, но показались по крайней мере без вот этих подложек и пальцем и кистью, не понравилось как наносится, показались каким-то бледными, каким-то прозрачными, непонятными. Я подумала, что палетка фу-фу-фу и даже не очень-то мне хотелось снимать первое впечатление. Вот так она выглядит внутри и это, все эти цвета, это самые модные оттенки этой осени. Да, этой осенью Pantone понравилась целая куча оттенков и они решили сразу много сделать модными. И меня это абсолютно устраивает, потому что вот эта вот цветовая гамма из сочетания сиреневых, оранжевых, бордовых и желтых с салатовыми и зелеными, но это очень красивое сочетание, можно колдовать много и с этой палеткой, и вообще с такими подобными оттенками. И вот я сижу и удивляюсь, интересно, почему, задаюсь я вопросом, Анастасия в прошлом году сделала, вот выпустила палетку субкультур, когда эти оттенки модны этой осенью. Так что, если вы собирались, но боялись или вам не хотелось покупать, потому что вы не понимали вообще, зачем вам прошлой осенью все эти оттенки, и этой осенью они самые актуальные. Ну и плюс палетка и призм можно догнаться, если очень хочется. На сегодня речь пойдет о палетке Good Sport и вернемся к ней. Я вам сразу скажу, что я в итоге удивилась сегодня в хорошую сторону, так что обязательно рекомендую вам это видео к просмотру, возможно вам понравится, после первых моих впечатлений эта палетка вы ее приобретете. Хотя я вам напоминаю, что это ни в коем случае не обзор, и это не сформировавшееся мнение, я сегодня впервые вместе с вами ее попробовала, сделала вот этот вот макияж, и возможно пока я буду в дальнейшем использовать палетку, мнение это поменяется. Так что это не окончательные впечатления. Обзор я снимаю всегда только, когда мое впечатление сформировалось полностью. Да, возможно это будет позже, чем хотелось бы, но зато эти впечатления уже точные, и я за них несу ответственность. Если вы впервые зашли на мой канал, обязательно подписывайтесь и включайте оповещение, и давайте перейдем к макияжу и первым впечатлениям. Посмотрите, насколько она малюсенькая, и какие малюсенькие рефильчики. Она даже вот так вот в моей руке полностью умещается, и она очень легенькая, и очень жаль, что здесь нет зеркала, но по-моему вообще во всех палеточках таких вот Colorpop нет зеркала. По крайней мере у меня было две, кроме этой, и зеркала там не было. Наношу базу по теню Urban Decay Anti-Agent. На все подвижное и неподвижное верхнее веко и на нижнее. И первым я воспользуюсь оттенком Flow в качестве растушевочного. Он пылит, но терпимо. Как ведут себя на свочах, мне не все оттенки понравились. Некоторые были каким-то не очень пигментированными, как-то непонятно ложились, но там я делала свочи на сухую руку. И мне очень интересно, вот как они себя поведут в итоге на веке с базой по тени. Этот Flow как раз был не очень пигментированным. Я его все равно наношу очень легонько. И скажу вам, для этих целей хорошая пигментация достаточно. Сейчас я попробую еще более уверенно нанести его. Нет, надо все равно аккуратно работать, потому что можно переборщить. Можно, как и в более дорогих марках, можно нанести его как более так прозрачно, так и посильнее. Чуть подосыпался. Не, в нанесении тушевки пока вот он мне очень нравится. Просто сам оттеночек не сильно яркий, но и более интенсивные оттенки здесь есть, так что пока, не знаю, пока все окей. Во время свочи я думала, что вот именно он будет хуже. Если вы вдруг любите наносить тени без какой-то подложки, даже без обычной базы по тени, я вам гарантирую, что, по крайней мере, этот оттенок вообще не ляжет. Потому что он прилипает именно к базе по тени. То есть на базе по тени хорошо себя ведет. Просто вот недавно я, например, делала обзор на Color Train. Вот там настолько пигментированные какие-то цепкие тени, что там можно наносить и без базы по тени. Но я, в принципе, никому не рекомендую никогда наносить без подложки, потому что, ну, это менее эффективно, могут тени пропадать, исчезать и хуже ложиться. Но если вы все-таки не любите подложки, то вот этот оттенок не ляжет 100%. Следующим я хочу нанести вот этот яркий сиреневый оттенок C100. Ух ты ж, блин, но он и на свочах на самом деле очень хорошо лег, нанесся прям... Смотрите, как круто. Какой красивый оттеночек. Ой, качество мне нравится. Вот у него уже немного другое качество. Он, во-первых, более пигментированный. И вот пока даже и не осыпается. Очень яркий. И на удивление ложится он прям плотненько так, без каких-то проплешин. Конечно, посмотрим, как все эти тени будут носиться после того, как я сделаю макияж. А то бывает разное. Но пока вот как лег, мне очень нравится. В следующем я хочу нанести гвоздь этой палетки, на мой взгляд. Вообще, мне эта палетка только за него и понравилась. На свочах он был потрясающий. Прям вот классный, шиммерный, кремовый очень оттенок. Другие, как мне показалось, вот во время свочи не такие. Но посмотрим, как это на самом деле. В общем, я его сейчас нанесу пальчиком. Называется он EBB. Я фиг знаю, что это значит. Прям очень соленистый. Прям на ощупь очень похож на дорогие бренды. Классно, слушайте, наносится классно. Он менее, конечно, кремовый, чем Color Train, но наносится очень-очень круто и очень пигментированно, насыщенно. Я заехала мимо. И немножечко донанесу его кистью. Им отлично, вот видите, как от Крис можно на суху, можно сказать, нарисовать без консилера. Класс. Очень-очень мне нравится. Я от него этого и ожидала, что... Ну, точнее, я думала, что, наверное, все хуже будет. Но он именно такой, как я хотела. И оттенок тоже. И во внутренний уголок нанесу золотистый. Он уже на свочах был не... Хоть он и как бы металлик, тоже кремовый, но не так пигментирован, как салатовый. Сейчас проверим. Но нет, все отлично. Показалось. Это очень хорошо, что на свочах было хуже, а на веки лучше. Уж лучше будет пусть так, чем наоборот. И оттенок очень красивый. Он не ядреный такой, желтый, золотой, как, например, в Color Train. Это же не всем нравится. Он более спокойный. И прям вот идеально подходит к остальным оттенкам палетки. По нанесению я нахваливала, нахваливала, все, включая первый оттенок сначала. Но сейчас я вижу, что вот здесь он подисчез и нанесся он как-то дырочкой. Это не всегда сразу заметно. Это заметно в процессе макияжа периодически становится. Так вот, первый оттеночек Flow, он нанесся кое-где проплешинами. И мне захотелось затемнить внешний уголок вот этим вот оттеночком. Он такой прям бордовый. И он из всех на свочах себя показал как самый пигментированный, самый такой прям ух. Сейчас посмотрим, как это будет. По оттенку он, конечно, идеально сочетается с оттенком Flow, который первый был. Потому что они очень плавно друг в друга переходят. И он, да, именно такой прям термоядерный, пигментированный, гиперпигментированный, как на свочах был. И на нижний век я нанесу вот этот вот рыженький. И ближе к ресничному краю я добавлю вот этот бордовый. Он, кстати, из всех вот этих матовых, такой на ощупь шершавенький, более сухой. Но я это заметила вообще во всех палетках, где что-то такое бордовое или фиолетовое, красное какое-то есть. Вот в палетке Color Train, например, красный был такой более сухой. Хотя и пигментация классная, держится, наносится, все супер. В палетке Venus XL, Lime Crime и Blood Shug, Jeffree Star тоже они такие суховатые, вот эти вот сильно бордовые. Я не знаю, о чем у меня глаза слезятся, пока что я не поняла. Но, несмотря на свою сухость, он очень пигментированный. В этом плане все хорошо. И с нанесением все прекрасно. И сейчас я потушую край. Теперь я прокрашиваю слизистые, делаю межресничную и обычную тоненькую стрелочку по верхнему веку. Я накрасила реснички, сделала тон и припудрилась, и мне осталось немножечко доделать макияж. Поскольку в итоге я разглядела таки, что вот этот оттенок неравномерно как-то нанесся, мне хочется подтушевать его чем-то светленьким, но ничего такого в этой палетке нет. Поэтому я воспользуюсь оттенком из другой. И у меня это будет оттеночек Unity из палетки Prism Anastasi. Можно любой другой из любой другой палетки взять, какой вам нравится. На нижнем веке сделаю тушевочку вот этим вот оттенком High Hopes. И немножечко подправлю переход от внутреннего века нижнего вот сюда вот, вот этим вот металликом. У меня там как раз на переходе получилось за счет того, что сначала шел вот этот рыжий оттенок, а потом этот, получилось как будто оранжевый металлик. Дальше наношу румяный In Stain the Balm. На скулы наношу хайлайтер Amreise Anastasi. И на губы карандаш Color Pop в оттенке Lumiere, прям сверху на бальзам, который я до конца еще не стерла. И этот карандаш прям один в один практически под цвет моих губ. И немножечко так распределяю карандаш пальчиком, стираю четкие границы. И вот такой вот макияж у меня в итоге получился. Мне, честно говоря, понравилось большинство оттенков палетки, которые я сегодня использовала. Не понравился, точнее, пока что мне в итоге только вот этот оттеночек Flow. Потому что, как я уже сказала, вначале мне показалось, что он хорошо пигментирован именно для своего оттенка, наносится хорошо. Но в итоге я все-таки заметила, что он наплешивил. Я, конечно, буду еще с ним делать макияж, может быть, это я накосячила, в чем я очень сомневаюсь. И на сводчах он тоже был очень каким-то бледненьким, прозрачненьким. Вот в итоге так он себя и проявил. Все остальные оттенки, включая желтый, вот этот вот металлик, который мне показался на сводчах не очень, не айс. Отличного вообще качества. Металлики эти два просто обалденные оба. Очень кремовые, очень красивые оттенки у них. И желтый, как я уже сказала, не бросается в глаза, не какое-то термоядерное золото, а прям вот то, что надо для этой цветовой гаммы. Все остальные матовые у меня тоже пока что устроили. Я не вижу, чтобы что-то исчезло, хотя я делала перерыв между там съемкой, во время съемки специально, чтобы смотреть, как что будет себя вести. И пока меня все устраивает. У меня, честно говоря, есть немножечко подозрение, что вот этот оттенок System может исчезать и пропадать. Но я такой макияж сделала, что вот я смотрю-смотрю, и я не могу этого заметить, даже если бы это случилось, потому что его в итоге у меня сейчас слишком мало. Все у меня прикрывает этот салатовый. Я обязательно поделаю, если не на видео, то в жизни я поделаю с ним макияжи там, где будет его хорошо видно, чтобы понять вообще, что к чему. И расскажу вам затем, либо в обзоре, либо в каком-то макияже, который я сделаю вместе с вами. Прям вот специально сделаю его по большой площади века, чтобы стало все понятно. Потому что что-то как-то не очень я пойму, чего там происходит. Вроде как и не исчез, но вроде как и что-то есть намек на то. И этот термоядерный держится, термоядерный наносится. При остальные пока не удалось особо что-то понять, потому что они были как растушевочные, их там очень мало. Но меня очень радует, что хотя бы вот эти вот два потрясающей красоты металлика и вот этот вот такой термоядерный бордовый, очень пигментированный, оказались такими прям вот как раз пигментированными, ядреными, классными. Какие минусы? Возможно для кого-то минусы, возможно для кого-то это нормально. То, что вот эти металлики, как и в большинстве палеток, за любую цену они осыпаются. Поэтому лучше делать макияж с ними, макияж глаз до макияжа лица, потому что у меня они все-таки подосыпались. Держатся они очень хорошо, они у меня никуда не исчезли, не пропали. Что уже удивительно после того, как я сняла недавно обзор на палетку Color Train, где потрясающе пигментированные, потрясающие красоты металлики сыпались, исчезали и так далее. Здесь все отлично держится на базе под тени до сих пор, то есть ну вообще все просто супер придраться пока не к чему. И в общем-то покупала я эту палетку, ну во-первых из-за сочетания оттенков, потому что, как я вам сказала, мне очень нравится такое сочетание. Во-вторых, я покупала ее из-за вот этого салатового, ну и желтого. Ну и пока что меня все удовлетворяет. Как бы вот здесь есть вот этот розовый дуахром с крупными блестками, который скорее всего будет похож, будет примерно себя так вести, как подобный оттенок в палетке Femrose Color Pop, что мне не очень там понравилось. Ну посмотрим. Я сделаю с ним, конечно, макияж. Вот все оттенки, которые я хотела попробовать, а именно и этот, и этот, и этот, и вот этот, я в сегодняшнем макияже и попробовала. И пока довольна. Хочу добавить, что в этом видео, как и в других, я не отталкивалась от стоимости палетки. Я просто делала макияж, и мне просто нравились и не нравились какие-то оттенки по нанесению, по стойкости, по тому, как себя ведут, по тому, как выглядят, по своей пигментации и так далее. То есть я не смотрю сейчас на цену вот этой вот палетки Color Pop, потому что в любом случае для своей стоимости она будет офигенная. Уже, пускай там даже несколько оттенков будет хорошего качества, и она уже окупит свою стоимость. На стоимость я не смотрю. Она на уровне вот в данный момент, то, что у меня сейчас на веках, все меня так устраивает, все на уровне с дорогими палетками, то есть я не сравниваю ее с какими-то дешевыми. Надеюсь, все, у кого были вопросы по тем оттенкам, которые я сегодня делала макияж, надеюсь, что вам будет полезным и интересным это видео. А тем, кто не знали об этой палетке, возможно, она вам уже понравилась. Буду ждать ваших комментариев. Мне очень интересно, что вы думаете об этой палетке, и вообще, что вы думаете о вот этих модных цветах нынче, о модных цветах понтон этой осени. Желаю всем солнышка, отличного настроения и красивых макияжей. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok